День военно-морского флота А сейчас об этих и других событиях подробнее. 30 июля Десногорцы отметили День военно-морского флота России. У памятника погибшим морякам всех поколений состоялся праздничный митинг. Подробности далее. Поздравить ветеранов моряков пришли глава Десногорска Андрей Шубин, председатель городского совета ветеранов Игорь Журавлёв и представители общественности. Моряки-подводники, моряки-десантники, моряки-пехотинцы. Доблесть и надежная основа обороноспособности нашего государства. Ваша служба требует серьезной подготовки, особого состояния души, особого призвания. Вы прошли крещение водой и огнем. Отстояли право нашей великой страны стать независимой и процветаемой. Желаю морякам крепкого здоровья, счастья и благополучия, мужества и оптимизма. В настоящее время Десногорское морское собрание насчитывает 56 человек, и его ряды ежегодно пополняются. Среди десногорцев есть ветераны морского флота, которые служили на атомном крейсере «Петр Великий», на подводной лодке «Смоленск», а сейчас они работают на предприятиях города. Основная задача Десногорского морского собрания – это гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Работаем не только в городе, но и по всей области. Тем более, сейчас создан в Смоленской области департамент по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. Это значит, что страна всерьез начала заботиться о том, чтобы наша молодежь любила свою родину, так же, как их отцы, готова защитить свою страну в любую тяжкую для нее минуту. Капитан второго ранга Владимир Петров вручил юбилейные медали 320 лет военно-морскому флоту России ветеранам морской службы. Медалями награждены Виталий Апутин, Василий Шевшуков, Юрий Ильичев, Олег Стосько и Степан Пугачев. За неравнодушное отношение к ветеранам-морякам благодарственными письмами Десногорского морского собрания удостоены глава города Андрей Шубин и председатель комитета по культуре и молодежной политике Светлана Головачева. Собравшиеся почтили минуты молчания память погибших моряков и возложили цветы к мемориалу. Спасибо. Спасибо. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому в госорганы запрещено нанимать граждан, не отслуживших в армии, в течение 10 лет. Текст документа доступен на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно ему, военные комиссариаты должны проинформировать руководителей государственных и муниципальных органов о наличии у них уклонистов. Здесь же прописан порядок участия уклонистов в заседании призывной комиссии при вынесении решения о запрете. Если работодатель обнаружит, что нанял гражданина, не пожелавшего служить, он будет обязан уволить человека в течение 10 дней. На базе Смоленской 28-й школы по инициативе МЧС и главы региона Алексея Островского с 1 сентября начнет работать специализированный пожарно-спасательный класс, который будет ориентировать обучающихся на военную или другую государственную службу. В течение двухлетнего обучения школьникам, помимо общеобразовательных предметов, предстоит получить целый ряд практических навыков, таких как основа противопожарной, психологической, медицинской подготовки, овладеть топографией и даже азами промышленного альпинизма. После окончания вуза выпускники профильного класса будут гарантированно обеспечены рабочими местами в структуре МЧС Смоленской области. В администрации города заместитель главы по экономике Антон Шестеряков провел семинар для представителей среднего и малого бизнеса. Темой обсуждения стало участие в государственных закупках. Поддержку малого и среднего бизнеса в Смоленском регионе осуществляет Центр поддержки предпринимательства. На встречу с десногорцами прибыл директор Центра Сергей Шапкин. Он рассказал предпринимателям нашего города о мерах поддержки малых и средних компаний. Ведущий специалист аппарата, уполномоченного по защите прав предпринимателей Смоленщины Сергей Ковалев поведал начинающим бизнесменам, как защитить себя при исполнении государственных и муниципальных заказов. А начальник отдела по реализации конкурентных способов определения поставщиков главного управления Смоленской области по регулированию контрактной системы Людмила Решункова познакомилась с реализацией государственной политики в сфере закупок для нужд нашего региона. Также на встрече предприниматели узнали об этапах участия в закупках и как правильно подготовить пакет документов для получения кредитных ресурсов. Завершился семинар под введением итогов. По новым правилам дорожного движения взрослый велосипедист может ехать по тротуару или пешеходной дорожке, если он сопровождает ребенка велосипедиста в возрасте до 14 лет. Раньше можно было ехать только рядом с ребенком до 7 лет. А вот если ребенку больше 14 лет, взрослому придется ехать по проезжей части или велодорожке. Нарушение карается штрафом 800 рублей. А сейчас криминальные новости. Как сообщает Смоленская народная газета в Сафонова, семь граждан получили права, не проходя никаких экзаменационных испытаний. Нарушения выявлены в ходе проведения проверки. По всем этим случаям в прокуратуру направлены исковые заявления о прекращении действия водительских удостоверений. На сотрудников УИГИБДД заведены уголовные дела и ведется следствие. О криминальной обстановке в Десногорске и происшествиях за минувшую неделю нам расскажет майор полиции Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 138 сообщений о происшествиях. Из них 8 сообщений о преступлении. Зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 111 административных правонарушений, в том числе нарушений правил дорожного движения 92. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечен 1 человек. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 8 человек. Каждый день инспекторы ГИМС МЧС России выезжают на патрулирование, чтобы осуществить надзор и контроль выполнения требований по обеспечению безопасности людей на акватории Смоленской области. Они обследуют самые популярные у населения места любительского лова рыбы и отдыха у воды с целью предотвращения происшествий. Чаще всего проверяется акватория Десногорского водохранилища. Сотрудники не только выявляют нарушения, но и проводят профилактические беседы с отдыхающими. И в завершении выпуска немного о спорте. В подмосковном Жуковском завершился чемпионат России по лёгкой атлетике. Ежегодные состязания на этот раз собрали сильнейших спортсменов страны. Смоленские спортсмены стали призёрами. Илья Иванюк занял второе место в прыжках в высоту. Владислав Панасенков замкнул тройку лучших в мастерстве метания копья. На планетарный форум, который стартует в столице Британии 4 августа, смогут поехать только 19 российских спортсменов. Спорту в нашем городе уделяется большое внимание, особенно детским секциям. Поэтому визит депутата Государственной Думы, посвящённой работе социального проекта «Детский спорт», вызвал большой интерес у наших горожан. Мы расскажем вам, какой праздник прошёл в физкультурно-оздоровительном комплексе Десна. Легенда российского спорта, чемпион по боксу, выступавший в супертяжёлой весовой категории Николай Валуев, в рамках проекта развития детского спорта 27 июля посетил Десногорск. Проект «Детский спорт» работает под патронажем секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», заместителя председателя Госдумы Сергея Неверова. Вот сегодняшнее мероприятие, что у нас звезда бокса, депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета по экологии Валуев Николай Сергеевич, он не первый раз к нам приезжает. Совсем недавно, в прошлом году, мы совместно с генсеком нашим Сергеем Неверовым провели мастер-класс в Смоленске. Сейчас мы проводим Кустовое, Рословцы здесь и Десногорские ребята провели. Я вижу, что как у ребят горят глаза и как они хотят быть похожими, как они хотят добиться чего-то в жизни. В спортивном зале физкультурно-оздоровительного комплекса Десна Николай Валуев провёл открытые тренировочные бои для подрастающих боксёров. Он следил за каждой парой, учил отрабатывать удары, показывал новые приёмы, давал рекомендации. Я открыл несколько приёмов для меня очень полезных, которые я буду стараться применять в дальнейших выступлениях своих. Чемпион мира, а ныне депутат Государственной Думы Николай Валуев считает, что лучше всего обычные бытовые проблемы в законодательном собрании должны решать рядовые граждане. И что работа политика намного труднее, чем занятия спортом. На простом жизненном уровне сложнее политика. Даже вот если так. Если после любого боя у меня было минимум месяц свободного времени с семьёй, то его сейчас просто нет. Слова Вячеслава Викторовича Володина будут теперь говорить везде. И журналистам в особенности. У политика этих каникул не бывает. Вот поэтому даже на простом жизненном уровне, в принципе, мы себе уже не принадлежим. Поэтому, наверное, это всё-таки потяжелее. Такие мастерские знаменитый боксёр-тяжеловес намерен проводить и в других городах России. Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru Также мы ждём ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Сёмкин